Дорога к знаниям длиною 6 километров. Именно такое расстояние приходится преодолевать пешком школьникам села Заната. Подробности в ближайшие несколько минут. Давай вступай! Выездная донорская акция стартовала в Махачкале. Викторины, подарки на шиды и угощения. О женском маджлисе, который прошел в поселке Ленинкент, смотрите в выпуске. На пути из Хасавюрта в Махачкалу 5 километров трассы Кавказ перевели в четырехполосное исполнение. Об этом сообщает Минтрансрегиона. Ремонт еще 10 километров отрезка Эндерей съезд в Старый Бавтугай будет проведен в 2025 году. Главная цель проекта – повышение пропускной способности и безопасности загруженного участка на популярном туристическом и логистическом направлении. Помимо расширения дороги, согласно программе, укрепляется земляное полотно, устраивают прочные основания и слои асфальтобетона, способные выдержать высокие транспортные нагрузки. Здесь также заменили шесть водопропускных труб и укрепили обочины на ширину 2,5 метра. Тем временем в Кизляре строится новая школа на 800 мест. Данные работы проводятся в рамках национального проекта образования. Здесь будут созданы все условия для комфортного пребывания детей. На объекте уже проведено устройство несущих и ограждающих конструкций и перекрытия. Следом планируется установка внутренних инженерных сетей, оборудование внутри самого здания и благоустройство прилегающей территории. Уже к концу года все работы должны быть завершены, после чего начнется оснащение классов и других помещений. А вот героям нашего следующего сюжета дошкольного комфорта далеко. В высокогорном дагестанском селе Заната образование для детей давно стало настоящим испытанием. На протяжении более 10 лет местные школьники вынуждены преодолевать 6-километровую долину пешком, чтобы добраться до соседней школы и обратно. Однако особенно в осенние и зимние периоды это путешествие становится опасным и тяжелым. О тернистом пути к образованию расскажет Тамара Самедова. Шесть километров пешком и в дождь, и в стужу, и при любой погоде. Дети аула Заната вот уже на протяжении 30 лет преодолевают долгий и тернистый путь к знаниям в соседний батлух. Старшеклассник Магомед говорит, что времени на учебу и домашнюю работу остается мало, поэтому приходится вставать очень рано, чтобы все успеть. У тебя вообще остается время позаниматься, что-то вот помочь как-то семье своей, нет? Остается, но очень мало. И нужно делать все быстро. Мне всегда отец говорит, что в 10 часов нужно ложиться спать. И я соблюдаю этот режим, чтобы рано вставать и не опаздывать. В Заната есть только начальная школа до четвертого класса. Чтобы хоть как-то получить полное среднее образование, дети вынуждены каждый день подвергать себя опасности на дороге. Хотя есть выделенный для этих целей автобус. Но в село Заната транспорт не заезжает. Начал работать с 20-21 сентября. Вот каждый год, когда в начале сентября работники автоинспекции разъезжают по селам, проверяют маршруты, они приехали сюда тоже. Магомеду Магомеду Салиховичу, я помню, тогда был исполняющий обознанности, работал в ГАИ. Вот он категорически запретил, взял с меня объяснительный вот так, что по данному маршруту нельзя отправлять машину. Местные жители уже 4 года пишут во все инстанции, чтобы привлечь внимание к проблеме. Говорят, обращались и в Министерство образования, и в ГИБДД, и даже в прокуратуру. Однако решение проблемы не видно. Мне жалко, честно говоря, своих детей, которые ходят на таком расстоянии. Я надеюсь, у моих детей, у моих земляков этот путь будет тернистым, и в жизни у них все удастся. Но вот мне жалко на таком расстоянии, что каждый день им приходится такое расстояние оставлять. Я с Махачкалы приезжаю сюда уже третий или четвертый раз, нужно будет еще раз 10 приеду. Но не шало, я надеюсь, что в скором времени вот этот школьный вопрос мы добьем, и дети смогут полноценно пользоваться этими благами, которые государство определило. Они не должны уставать в дороге. Итого выходит, что есть проблема, и автобус выделенный для решения этой проблемы. Автобус, который не едет по опасной дороге по соображениям безопасности детей. Но стоит помнить о том, что преодолевая 6 дней в неделю, 12 километров туда и обратно, занатинские школьники тоже подвергают себя риску. Здесь вот иногда встречаются шакалы и дикие собаки, которые нападают на людей. И я несу ответственность не только за себя, но и за моих младших друзей. Тамара Самедова, Шамиль Хирея Сулаев, Новости ННТ, Шамильский район. И к другим темам. Выездная донорская акция стартовала на центральной площади Махачкалы. Желающие могли сдать кровь на благотворительном начале в рамках всероссийского марафона по донорству костного мозга. Хэштег «Давай вступай». К участию в мероприятии допускаются люди от 18 до 55 лет. При условии, что на момент сдачи крови у них хорошее самочувствие, нормальные клинические и биохимические анализы. И отсутствуют какие-либо противопоказания. Сама процедура занимает от 10 до 15 минут. И добровольцы признаются, что планируют проходить такую процедуру регулярно. Сегодня мы участвуем в государственной программе развития добровольного донорства. Регулярная сдача крови – это профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза, подагры, нарушений деятельности печени. А также донор при несчастном случае имеет больше шансов выжить, так как его организм адаптирован к кровопотере. Уважаемые махачкалинцы, прошу активно принять участие в акции донорства. Возможно, ваша кровь спасет чью-то жизнь. «Битва за Кавказ глазами молодежи» в Центре искусств и литературного творчества организована выставка детских работ, посвященная ее 80-летию. Юные художники передали на своих картинах героизм предков, которые сражались за свободу Родины. Преподаватели программы отмечают, что очень важно чтить память тех, кто боролся за наше будущее. И такие мероприятия положительно влияют на ознакомление детей с историей. Выставка продлится неделю, вход для желающих свободный. Представители трех конфессий – ислама, православного христианства и иудаизма – обсудили вопросы сохранения семейных ценностей, историко-культурного наследия и уникальности российской цивилизации. В Махачкале прошла экспертная сессия в рамках международного межрелигиозного форума, задача которого – объединить молодежь из разных стран вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей. История пророков тоже был красивый пример, как пророк общался с людьми других конфессий. История наших людей, тем, кого мы гордимся, того же имама Шамиля Курдиса Сырова, чтобы мы тоже посмотрели яркий пример, как он относился и вел политику с другими конфессиями. Вот все представители трех конфессий, разных националистов, в одном президиуме. Вот это и есть самый яркий предмет нашего единства. И для Дагестана это характерно в том плане, что на протяжении столетий, тысячелетий, у нас здесь всегда вот эти три религии – это ислам, это христианство, это иудаизм. И, значит, все радости и горести мы разделяем вместе. Данное мероприятие организовано Координационным центром ДГУ под эгидой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и при непосредственной поддержке Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. На базе Дагестанского университета мы как раз говорили об уникальности российской цивилизации. Параллельно с нашей площадкой в ДГУ работала сессия в пединституте. Там обсуждали вопросы семейных ценностей. И вот сегодня как раз в Дагестанском политехническом университете рассматривали вопросы историко-культурного наследия. Мероприятие в рамках данного форума проводится на площадках 53 субъектов России. В них участвуют более 20 тысяч человек из разных стран мира, более 200 экспертов из числа лидеров и ключевых представителей религиозных конфессий, деятелей культуры, науки, искусства и спорта. И к другим темам женский маджлиз для жительниц Ленинкента провели представители Муфтията Республики. Мероприятие символично назвали «Пророк Мухаммад – милость для миров». Для гостей подготовили викторины, подарки, исполнение нашидов и угощения. Специальным гостем на маджлисе стал имам квартальной мечети поселка Али Асхаб Магомедов. Тот человек, который говорит, я люблю Аллаха, вместе с тем не следует за посланником Аллаха Али Салату Ассалам, является лжецом. Вот сегодня мы пришли сюда показать любого посланника Аллаха Али Салату Ассалам 100%. Также имам пригласил детей, которые все лето получали знания при мечетах республики, принять участие в конкурсе на знания жизни и описания пророка Мухаммада. Главным призом по его итогам станет поездка на Малый Хадж. И в завершении немного о спорте. На чемпионате Дагестана по футболу пройдут решающие матчи. В финале первенства сыграют Маграмкенский клуб «Леки» и Тимирхан Шура из Буйнакского района. Матч за золото состоится 13 октября на стадионе «Труд» в Махачкале. В этот же день определится бронзовый медалист чемпионата республики. За третье место поспорят команды Хасавютовского района и школы имени Макарова. На этом у меня все. В студии работала Лориана Шумхалаева. Следите за развитием событий также в наших социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.